Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чтобы спасти волшебную страну, старшая сестра использовала самую могущественную силу – магию элементов гармонии. Она защитила не только младшую сестру, но и всю страну. Отныне старшая сестра стала заботиться и о Луне. В стране Эквестрии вновь воцарилась гармония на века. Хм, элементы гармонии. Где-то я уже об этом слышала. Но где же? Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали мы. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь. И волшебство в себе несет. Милая пони, давай скорее с тобой дружим. Дружба – это чудо. Автор сценария Лорен Фауст. Продюсер Сара Уол. Держи искорка. Мундэнсер устраивает танцы в своем замке. Хочешь пойти? Магия дружбы. Дружба, девочки, сегодня мне нужно заниматься. Эта пони интересуется хоть чем-нибудь, кроме учебы. Мне кажется, ее больше волнуют книги, чем друзья. Я знаю, что где-то слышала про элементы гармонии. Спайк! 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 Вот ты где. Быстрее найди мне старую копию предсказаний. А это что такое? Это подарок для Мундэнсер, но... О, Спайк! Ты же знаешь, у нас нет на это времени. У нас каникулы. Нет. 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 Нет, 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 нет. О, Спайк! Она здесь! О! Элементы, элементы... Э-э-э... Нашла. Элементы гармонии. Ссылка на лунное пони. Лунное пони? Да это просто старая сказка. Пони, пони, вот. Лунное пони. Это древний миф. Властная пони, которая мечтала править Эквестрии. Была поражена силами гармонии и заточена на Луне. Легенда гласит, что в самый длинный день за 4 тысячи лет она освободится из заточения при помощи звезд. И тогда в мире настанет вечная ночь. Ты понимаешь, что это значит? Нет. О! Запиши это для принцессы, пожалуйста. Слушаюсь и повинуюсь. О, прекрасная принцесса, жажда знаний привела меня к необычайному открытию. Мы находимся на грани глобальной катастрофы. Подожди. Гло... Глоба... Всемирный. Все? Катастрофы? Должно быть, нам всем грозит опасность. Смотри. Мифическая лунная пони в действительности лунная пони, приносящая мглу. Вскоре она вернется в Эквестрию и принесет с собой вечную тьму. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы предотвратить эту катастрофу. Я жду вашего скорого ответа. Ваша преданная ученица – сумеречная искорка. Сумеречная искорка. Готово. Отлично. Отправляй. Сейчас? Конечно. Хм... Я не знаю, искорка. Принцесса Селестия очень занята подготовкой к летнему празднику солнца. А это уже послезавтра. В том-то все и дело, Спайк. Послезавтра солнце взойдет ровно четырехтысячный раз. Мы обязаны связаться с принцессой незамедлительно. Незам... незамедленно. Немедленно. О, ладно, ладно. Готово. Только не волнуйся. Я не волнуюсь, Спайк. Принцесса мне доверяет. Я всю жизнь училась у нее, и она мне верит. Я же говорила, что она примет меры незамедлительно. Моя преданная ученица искорка, ты прекрасно знаешь, насколько сильно я ценю тебя и доверяю тебе. Но тебя пора прекратить читать эти старые книжки. Моя дорогая искорка, в жизни молодой пони есть много радости, помимо чтения книг. Поэтому я назначаю тебя ответственной за проведение праздника солнца в этом году. Место проведения торжества пони вид. И у меня для тебя очень важное задание. Найти друзей. Посмотри на это с хорошей стороны, искорка. Принцесса разрешила тебе остаться в библиотеке. Тебя это не радует? Да, очень радует. А знаешь почему? Потому что я права. Я все подготовлю, а потом вернусь в библиотеку. И найду доказательства того, что лунная пони существует. Но принцесса также попросила тебя завести друзей. Разве не так? Она сказала заняться подготовкой праздника. Я ее ученица и буду выполнять поручения. Но дружба не сможет спасти Эквестрию от беды. Ой. Спасибо, господа. Возможно с жителями Понивили есть о чем поговорить. Да ладно тебе, искорка, просто попробуй. Эм... Привет. Что ж, это было познавательно. Празднование Дня Солнца. Официальный список задач. Пункт первый. Подготовка банкета. Яблочная аллея Давай покончим с этим Добрый день, меня зовут Сумеречная Искорка Как пожелаете, мисс Искорка Очень рада нашему знакомству Я Эпплджек У меня много друзей здесь, на Яблочной аллее Друзей? Вообще-то я... Итак, чем я могу помочь вам? Вообще-то я здесь, чтобы подготовить все для празднования Дня Солнца А ты занимаешься едой? Конечно, а как иначе? Не хочешь попробовать? Только если это ненадолго Сбор всех пони! Друзья, давайте я познакомлю вас с семьей Эппл Спасибо, но мы правда очень свежим Итак, это пирожок Яблоко на палочке Красное яблочко Вкуснятина, ароматное яблочко Яблочко в карамели Яблочный штургер Яблочный пирог Яблочный брюш Хрустящее яблоко с корицей Большой маки Яблочный цветок И бабуля Смит Просыпайся, бабуля У нас гости Что ж, суп готов Я иду, уже иду Что ж, могу сказать Они уже стали членами семьи Что ж, я вижу Что с едой у вас все в порядке А значит, мы можем идти А вы разве не останетесь на обед? Простите Но у нас еще куча дел О-о-о Ну, ладно Ура-а-а С едой все решили Теперь погода Ох, я съела слишком много пирога Хм, здесь должна быть пони Пегас Радуга Она разгонит тучи У нее не очень хорошо получается, не так ли? Простите Давайте я помогу вам Похоже, я перестаралась А как насчет этого? Это мой запатентованный метод сушки облаков Ну что вы, не стоит благодарить меня Я рада быть полезной Дайте угадаю Вы радуга Дэш Единственное и неповторимое А что? Вы слышали обо мне? Я слышала, что вы должны разгонять тучи Я сумеречная искорка принцесса просила меня проследить за погодой Да-да, все под контролем Я все сделаю, как только закончу тренироваться Тренироваться для чего? Для Чудо-молний Они будут выступать завтра на празднике И я тоже покажу, на что способна Чудо-молнии? Да Самые талантливые летатели во всей квест-3 Так точно Мне все ясно Они не возьмут в команду Пегаса, который даже на один день не может очистить небо от туч Эй, я за 10 секунд могу расчистить небо Докажи Один взмах волшебной палочки Ну, что я говорила? 10 секунд Красота Я не оставлю пони Виль в беде Видели бы вы себя Ты очень смешная искорка Надеюсь, мы еще встретимся Ух ты! Она потрясающая! Стой! Совсем скоро ты привыкнешь Декорации Прекрасно С декорациями все в порядке Проблем не будет Совсем скоро мы вернемся в библиотеку Очень красиво Не декорации Она Нет 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 Ну вот Как мои колючки? Все нормально? Добрый день Минуточку, пожалуйста Я, так сказать, занята Ах, да Блестки всегда очень выгодно смотрятся, не так ли? Рарити, да ты просто талант Итак, чем могу помочь? А-а-а! Вот это да! Дорогая моя, что случилось с твоей прической? О, ты о моей гриве. Это долгая история. Я пришла для того, чтобы проверить, как идут дела с декорациями. И это всё? А как же быть с прической? Стой! Куда мы идём? Помогите! Нет, нет, не-а! Слишком зелёный, слишком жёлтый, слишком пышно, недостаточно пышно, слишком вычурно. Чересчур блестяще. Ну, дорогая, ты рассказывала, откуда ты? Меня послали из... Кантер-лота! Что происходит? Из Кантер-лота? Ой, я тебе завидую, Шик, утончённость. Я всегда мечтала жить там. Расскажи, пожалуйста, мне всё, что можешь, и тогда мы с тобой станем самыми лучшими подружками. Из-за уроды! О чём я только думала, тебе нужны рубины? Быстрее, иначе она надумает перекрасить меня. Ой, ну разве она не прекрасна? Соберись, Казанова, что дальше по списку? Последний пункт. Музыка. О нет, остановитесь все, пожалуйста. Сэр, простите меня, не обижайтесь, но вы звучите не совсем складно. Повторяйте, пожалуйста, за мной. И раз, и два, и раз, два, три. Привет! О, извините, простите, я не хотела напугать ваших птиц. Я пришла для того, чтобы проверить музыку, и она прекрасна. Я Сумеречная Искорка. А вас как зовут? Я Флаттершай. Простите, что вы сказали? Меня зовут Флаттершай. Я вас не расслышала. Флаттершай. Что ж, похоже, ваши птицы вернулись. Значит, полагаю, все в порядке. Продолжайте в том же духе. Ой, уже... Ладно. Что ж, это было просто. Маленький дракон! Раньше я не видела маленьких драконов. Он такой милый. Так, так, так. Он еще и говорит. Я и не знала, что драконы умеют говорить. Это просто потрясающе. Я... Я... Я даже не знаю, что сказать. Что ж, в таком случае нам пора идти. Стойте, подождите. Как его зовут? Я Спайк. Привет, Спайк. Я Флаттершай. Ух ты, говорящий дракон. А о чем разговаривают драконы? Что именно вас интересует? Меня интересует абсолютно все. Ну, моя жизнь началась с яркого, лилого, зеленого яйца. И это история всей моей жизни. До сегодняшнего дня. Хочешь, я расскажу тебе еще? Да, конечно. Мне очень жаль. И как мы оказались здесь так быстро? Здесь я остановилась в пони Вилли. А моему милому дракончику срочно нужно поспать. Нет, ничего подобного. О, вы только посмотрите. Он так устал, что даже не может стоять на ногах. Бедняжка. Его нужно уложить в кроватку. Да, точно так мы и поступим. Спокойной ночи. Хм, грубиянка. Прости, Спайк. Но я должна убедить принцессу о нападении лунной пони. У нас уже почти нет времени. Я должна позаниматься в тишине, чтобы всякие безрассудные пони не пытались со мной подружиться. Где же свет? Сюрприз! 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 Привет, я Петки Бай. И я организовала эту вечеринку в твою честь. Ты удивилась? Правда удивилась? Ну-ну! Очень удивилась. В библиотеке должно быть тихо. Это все ерунда. Какая же вечеринка в тишине? Но сама посуди. Скучно! Я увидела тебя, как только ты приехала. Помнишь, ты со всеми здоровалась? А я только кричала. Помнишь, понимаешь, просто раньше мы с тобой не встречались. А если мы не встречались, значит, ты новенькая. Дело в том, что я знаю каждого пони в Панивиле. А если я тебя не видела, значит, с тобой никто не знаком. А если с тобой никто не знаком, значит, у тебя нет друзей. А если у тебя нет друзей, значит, тебе одиноко. Мне стало очень грустно от этой мысли. И поэтому я решила организовать для тебя шикарную, веселую, дружескую вечеринку, на которую пригласила каждого жителя Панивиля. Понимаешь? Теперь у тебя есть много друзей. Все в порядке, красавица. О, она так счастлива, что даже расплакалась. Острый соус. А что, он очень вкусный. Эй, Искорка, Пинки и Пай начинают игру «Приколи пони хвост». Хочешь поиграть? Нет. В этом городе все пони не в себе. Ты знаешь, который час? Время праздного день солнца. Пони не должны спать, иначе они пропустят, как принцесса поднимает солнце. Тебе нужно развеселиться, Искорка. Это же вечеринка. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ох, я думаю, что хоть здесь могу узнать больше об элементах гармонии, но вот я глупая. Все эти дружелюбные пони мешают мне. Легенда гласит, в четырехтысячную ночь звезды помогут лунной пони бежать из заточения. И тогда наступит вечная ночь. Надеюсь, принцесса была права. Может быть, это и вправду просто старая Су... Твоё мысхарка! Пора любоваться рассветом! Как же это здорово! Ты рада? Я безумно рада, никогда раньше мне не было так весело. Но кроме момента, когда я впервые увидела тебя. Это самое важное событие в нашей жизни! Дамы и господа, я, мэр города Понивиль, с радостью сообщаю вам о начале празднования Дня Солнца! Буквально через несколько секунд наш город станет свидетелем магического восхода, и мы будем праздновать самый длинный день в году! Для меня большая честь представить вам, правительницу нашей страны, пони, которая каждое утро дарит нам рассвет и каждую ночь луну. Встречайте самую мудрую правительницу и клятвы! Готовы? Принцесса Селестия! Это не к добру. Всем оставаться спокойными, всему должно быть логическое объяснение. Мне нравится эта игра у кадейка, или это прятки! Она пропала! О, она молодец! О, нет! Лунная пони! О, мои любимые пони! Давно я вас не видела, мои дорогие! Как поживаете, любители Солнца? Что ты сделала с нашей принцессой? О, смотри туда, Нелли! Я для вас недостаточно хороша! Вы меня не узнаёте! Игры продолжаются! А, давайте играть! Может быть, ты королева зла? Нет, ты чёрная воображала! Значит, после тысячи лет заточения моя корона не имеет никакой силы? Вы не понимаете, легенд? Вы что, не распознали знаков? Я читала, и я знаю, кто ты такая. Ты лунная пони! Лунная пони! Так, так, так. Хоть кто-то помнит меня. Значит, ты понимаешь, зачем я вернулась? Ты вернулась, чтобы... Чтобы... Запомните этот день, маленький пони. Он был последним. С этого момента вас ждёт вечная ночь! Навсегда! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! У молодой пони есть много радости, кроме чтения книг. Найди друзей! А-а-а-а-а! Все пони в этом городе не в себя! Надеюсь, принцесса была права. Она пропала! О, нет! Лунная пони! Ха-ха-ха-ха! Продюсер Сара Уолл Схватите её! Только она знает, где принцесса! Прочь от меня! Возвращайтесь назад! Ночная мгла... Магия дружбы, часть вторая. Куда она направилась? Мы должны её остановить! Ты не спал всю ночь, Спайк. Ты ещё совсем малыш, в конце концов. Элементы? Элементы, элементы! Как я смогу остановить лунную пони без элементов гармонии? И вообще, откуда ты узнала о лунной пони, а? Ты что, шпионка? Успокойся, Салли! Никакая она не шпионка. Но она точно знает, что здесь происходит. Правда ведь искорка? Я читала о предсказании лунной пони. Существуют мистические предметы, которые называются элементы гармонии. Только они могут остановить лунную пони. Но я не знаю, где их найти. Я даже не знаю, как они действуют. Элементы гармонии, справочное руководство. Где ты это нашла? Это было в разделе... Существует шесть элементов гармонии, но известны только пять. Доброта, смех, щедрость, честность и верность. А шестой элемент не разгадан. Говорят, пять известных элементов находятся в древнем замке сестер пони. Этот замок стоит там, где сейчас... Это вечно зеленом лесу! Ура! Пойдем! Не так быстро. Послушайте, я вам благодарна за помощь, но я предпочитаю сделать все сама. Не стоит, красавица! Мы не позволим нашему новому другу отправиться в столь опасное путешествие в одиночестве. Мы пойдем за тобой! Хорошо, если там будут яблоки в карамели. А что, они очень вкусные! Ой! Значит, никто из вас здесь раньше не был? Ах, нет, конечно. Ты только оглядись, здесь ужасно! Здесь все не настоящее. Говорят, здесь все не так, как в Эквестриях. Что это может значить? Никто не знает. А знаешь почему? Радуга, хватит! Потому что каждый, кто сюда входил, так отсюда и не выжал! Латер Шай, быстрее! Ой, страшно, я боюсь! А-а-а! Отпусти. Да ты что? Ничего подобного. Обещаю, ты будешь в безопасности. Но это опасно. Послушай меня. Я говорю тебе только чистую правду. Пусти меня, и ты будешь спасена. Простите, девочки. Я не привыкла носить ничего тяжелее одного или двух кроликов. Девушки отдыхают. Моя гриба! Стой! Стой! Вот так-то, песик! Стой! Он весь твой, подруга! Все, готово! Стой! Радуга! Радуга! Стой! Все в порядке. О, бедный, бедный малыш. Малыш? Сейчас, может быть, немножечко больно. Пожарай! Ой, да ты просто беззащитный котик. Так ведь? Да? Все верно? Это точно! Как ты узнала о колючке? Я не знала. Просто порой все мы должны делиться своей добротой с окружающими. Моим глазам нужен отдых от всей этой неприятной грязи. Но я же не буквально. Эти древние руины могут быть прямо перед нами, а мы их даже не узнаем и пройдем мимо. Я не замечу тебя. Прошу, прошу, не стесняйтесь к мамочке. Не бойтесь. Кажется, я на что-то наступила. А, это просто грязь. Ха-ха-ха! Бля-ля-ля, бля-ля-ля, боггит и боп! Ха-ха-ха! Пинки, что ты делаешь? Беги! О, девочки, вы разве не видите? Когда я маленькой была, и ветер наступал. Не говорите, что она собирается. Чергела во дворе земля, и ужас подползал. Собирается. Сныряла под подушку, от страха поддражал. Но бабушка сказала, как я себя вести должна. А как тогда надо? Давай, пинки, веселой будь всегда. Побей кислой страх. Меся в лицо страшилкам, они растают на глазах. Ха-ха-ха! Вы страх мой раздавите, смело захотите. Меся! Во всём горло смеетесь, страх прогоним вместе. Надо рассмеяться, чтобы не бояться. Ты страху прикажи, успокоить темоданы. Он оставит вас в покое и не сможет напугать. Нужно только страху в лицо захохотать. Меся-а-а-а! Меся-а-а-а-а-а! Как нам перебрасывать через реку? О, что это за мир? Что за мир? Простите, сэр, а почему вы плачете? Ну, я не знаю. Я просто сидел здесь, занимался своими делами. А потом, откуда ни возьмись, налетела эта фиолетовая туча и... И стерла с моего лица половину усов. И теперь я выгляжу просто ужасно! Ой, сколько можно плакать. И все из-за этого пустяка? Это вовсе не пустяк. Как можно быть такой бесчувственной? Ты только посмотри на него. Посмотри, какая милая чешуя. Я знаю. У вас очень модная стрижка. Я знаю, знаю. И этот прекрасный маникюр. Чистая правда. И все это ничто без ваших чудесных усов. Чистая правда, я жалок. Я просто не могу оставить без внимания столь дерзкое отношение к моде и красоте. Зачем ты это сделала? Рарити, что ты... Мои усы! Ах, как чудесно! Вы потрясающе выглядите. О, Рарити, что стало с твоим хвостом? О, все в порядке, дорогая. Короткие хвосты сейчас в моде. Кроме того, он очень быстро вырастет. То же самое с усами. Теперь мы можем идти. Вперед! Позвольте мне! Вот они. Руины, в которых хранятся элементы гармонии. Мы справились. Искорка, подожди на. Мы почти пришли. Что с тобой сегодня происходит? Что теперь? Неудача. О, да! Радунка. Кто там? Радунка. Я тебя не боюсь! Выйди на свет! Мы с Нерпением ждали приезда самого лучшего летуна во всей Крест. Кого? Тебя, конечно же. Правда? То есть... О, да, я! Эй, эм... Вы же сможете повторить то же самое молнием, правда? Дело в том, что я очень долгое время пытаюсь попасть в их группу. Нет, Радуга. Мы хотим, чтобы ты присоединилась к нам. Мы самая лучшая команда в Вечно Свободном Лесу. И скоро мы станем лучшей группой во всей Эквестрии. Но для этого нам нужен Капитан. Самый великолепный метатель молний. Ясно. Самый быстрый. Да. Самый храбрый на всей Земле. Да. Это все про меня? Нам нужна ты. Возьмите меня! Дайте мне разобраться с этим мостом, и мы обо всем договоримся! Нет! Либо мы, либо они! Радуга! Что ты там так долго? О, нет. Радуга! Не слушай их! Ну? Ну, вы... Спасибо за предложение. Но, боюсь, мне придется отказаться. Радуга! 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 Видишь, я бы никогда не бросила друзей в беде. Радуга! 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 осторожно осторожно 1 2 3 4 и всего 5 а где шестой книге написано когда пять элементов находятся вместе искра покажет 6 что же интересно это значит я не уверена но у меня есть идея отойдем я не знаю что может произойти все за мной ей нужно сосредоточиться а а а а а а а а элементы нет где она где нет искорка искорка где ты смотрите пойдем а а а а а а а а это шутка ты шутишь да а а а а а а а а а nawet а квартира а ici by здесь он элемент вы все глупцы думаете вы сможете меня победить теперь вы точно не увидите ни свою принцессу не солнце ночь будет длиться вечно ты думаешь что сможешь так просто уничтожить элементы гармонии что же ты ошибаешься потому что духи элементов гармонии находятся здесь что апплджек внушивший мне надежду когда я засомневалась воплощает дух честности флаттершай которая смогла укротить мантикора сочувствием воплощает дух доброты пинки пай которая взглянула в лицо своему страху и посмеялась над ним воплощает дух смеха прарити которая подбодрила расстроенного змея сделала ему хороший подарок воплощает дух щедрости а радуга которая не бросила своих друзей ради собственной выгоды воплощает дух верности духи этих пяти пони помогли нам справиться со всеми испытаниями которые ты для нас подготовила но у вас все еще нет шестого элемента искра не сработала сработало это другая вспышка я почувствовала это в тот самый момент когда поняла как я рада слышать вас и видеть и насколько вы мне не безразличны это искра вспыхнула когда я осознала что вы все мои друзья посмотри лунная пони искра появляется в тот момент когда искра возникает в сердце каждого из нас это и есть шестой элемент ой моя голова с вами все в порядке невероятно о рарити это чудесно знаю я с ним больше никогда не расстанусь посмотри на свое ожерелье смотрится очень мило и твои тоже посмотрите на меня посмотрите о да искорка я думала ты пытаешься обмануть лунную пони но теперь я понимаю что мы действительно представляем элементы дружбы это чистая правда принцесса селестия искорка моя верная ученица я знала что ты справишься но вы сказали что это всего лишь старые выдумки я же сказала что ты должна завести друзей больше ничего я видела знаки возвращения лунной пони и я знала что в твоем сердце есть магия чтобы победить ее но у тебя бы ничего не вышло без друзей у меня есть еще одна просьба лунная пони я уже тысячу лет тебя не видела пора остановить все наши разногласия мы должны править страной вместе моя маленькая сестра сестра ты примешь мою дружбу сестра прости меня я так сильно по тебе соскучилась сестричка я тоже скучала а а а а а знаете что все это значит вечеринка а 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 ты почему такая грустная моя ученица разве ты несчастлива что выполнила задание можешь вернуться к своей учебе в контрлот вот и все стоило мне понять как хорошо быть с друзьями как мне приходится покидать их спайк запиши пожалуйста я принцесса селестия приказываю единорогу с умереть на искорке тщательно изучить свою новую миссию для эквестрии она должна продолжить изучение магии дружбы и еще сообщать мне о всех новостях из своего нового дома в пони вилле а а спасибо принцесса селестия я обещаю что буду учиться как можно усерднее а 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 Сердечно благодарна тебе, Искорка, за помощь Могу поспорить на что угодно, к обеду я соберу все эти яблоки в корзину Если я выиграю, то Большой Маки пройдет по центральной улице в бабушкином поясе Мне совсем не сложно, Эпплджек, но я рада, что мы закончим к обеду А то от этой работы я уже проголодалась Я знаю Спайк, пожалуйста, ты сидишь на моей шее с самого утра Точно! Вы слишком долго работаете, я пропустил свой обед Я думаю, нам надо перекусить Нет, червяк Спайк, выглядит очень аппетитно Спайк! Что? Письмо от принцессы Селестии Послушайте меня, Ее Королевское Величество, Принцесса Эквестрия Селестия Рада сообщить вам о предстоящем бале-гала-концерте в наипрекраснейшем городе Кантерлот Праздник состоится 21-го числа, на-на-на-на-на С гордостью вручаю приглашение Сумеречь на Искорке, плюс один гость Грандиозный бал-гала-концерт! Грандиозный бал-гала-концерт! Два пригласительных билета Ух ты, здорово! Я никогда не была на балах, а ты, Спайк? Нет, и я хочу, чтобы все так осталось Приглашение на бал Я не люблю все эти девчачьи эмоциональные праздники Да ладно тебе, Спайк Танцы никому не повредят Не повредят? Танцы это великолепно! Я с удовольствием пойду Точно! Если бы я собрала эти яблоки Все пони ели бы их до самого вечера Ты можешь себе представить Какое дело я могла бы организовать В этой яблочной долине Мы могли бы зарабатывать много денег И тогда мы смогли бы заменить эту крышу А большой мафи купил бы себе новый плуг А бабуля Смит смогла бы вылечить ноги Я все что угодно готова отдать Чтобы попасть на этот праздник В таком случае не хотела бы ты Вы говорите о грандиозном бали-гала-концерте? Ничего себе! А мне ты сказала, что слишком занята, чтобы собирать яблоки Чем ты занималась? Шпионила? Нет, я решила немного поспать А потом случайно услышала, что у тебя есть пригласительный Да, но... Да! Это потрясающе! Чудо-молнии каждый год выступают на этом празднике И я смогу их увидеть! Каждый пони будет смотреть на небо Любоваться их выступлением И в этот момент В небе появится радуга Я смогу покорить всех не хуже Чудо-молнии Ура! Я покажу всем, на что способна Я покорю всех зрителей И финал моего выступления будет потрясающим Все удивятся! Чудо-молнии сами меня будут уговаривать присоединиться к ним Они сочнут за честь выступать вместе со мной Ты понимаешь меня, Искорка? Может быть, это будет мой единственный шанс Возьми меня с собой Подождите-ка минуточку Я первая попросила билет Ну и что? Это не значит, что билет твой Ах так! Тогда я вызываю тебя на борьбу копытами Победитель получит билет Девочки пригласительные мои И я буду решать, кому они достанутся Билет должна получить та, у кого более веские на то причины Согласны? Я хочу наладить дело на ферме А у меня появится шанс поступить в группу молний Деньги, чтобы помочь бабуле Исполнение мечты О нет, у вас у обеих есть веские причины Послушайте, я проголодалась Не знаю, как вы, но я не могу принимать серьезные решения на пустой желудок Я подумаю над этим во время обеда, а потом скажу о своем решении Согласны? Ладно Итак, кому ты отдашь билет, Искорка? Не знаю, Спайк Но я совсем не могу думать на голодный желудок Где мы будем ездить? А-а-а-а! Летучие мыши! Они на мне! Помогите! Стойте, это не... Не лето на грандиозный бал Гала-концерт! Это самая великолепная, потрясающая, невероятная, сногсшибательная, умопомрачительная, волшебная, прекрасная, изумительная, головокружительная вечеринка во всей Квестрии Мелвиди так мечтала Грандиозный концерт Лучше праздничного бала Ничего в мире нет Хип-хип, ура Ничего в мире нет Для Бинги Ура, ура! Я должна была попасть сюда Эти потрясающие декорации, яркий свет, игрушки, подушки И какие угощения! Сахар, радости, фрукты и конфеты А еще я смогу играть в мою самую любимую игру Приколи, пони, хвост Я у Виби так мечтала Грандиозный концерт Лучше праздничного бала Ничего в мире нет Невероятно чудесный, яркий, интересный Самый лучший праздник в нашей стране Спасибо тебе, Искорка Это самый великолепный подарок в мире На самом деле Это то, о чем я подумала Да, да, да Искорка берет меня на грандиозный бал-гала-концерт в Кондерлате Концерт! Я готовлю выступление для этого события каждый год Но меня еще ни разу туда не приглашали О, культурное общество Все это для меня И я думаю, что именно там Мне суждено встретить его! Его! Кого? Его! На концерте я буду танцевать А все будут думать Кто это загадочная пони? Они даже не догадаются, что я Самая обычная пони из пони Виля О, если меня пригласят на прием К самой принцессе Селестии Я произведу настоящий фурор И принцесса настолько впечатляет Моя красота и манера, что она познакомит меня с ним Своим племянником Он самый красивый, элегантный Единорог в Кондерлате Наши взгляды встретятся И сердца растают Мы будем самой красивой парой И он сделает мне предложение копыта и сердца И я, конечно, скажу «Да!» У нас будет королевская свадьба А я стану принцессой Потому что выйду замуж за принц Это самая заветная мечта И она должна сбыться! Искорка, я не могу поверить Что ты позовешь Пинки Пай вместо меня Она просто хочет повеселиться А я встречу любовь всей моей жизни Ты не можешь так поступить! О, да! Они прекрасны! Послушайте Я еще не решила, кому отдать второй пригласительный билет Не решила? Прости меня, Искорка Я хотела бы задать тебе один вопрос Если ты не возражаешь Ты еще никому не отдала второй билет? Ты тоже хочешь пойти на бал? О, нет То есть... Да... Ну, что-то в этом роде Видишь ли? Дело не в самом торжестве А в саду, который окружает замок Говорят, цветы, растущие в нем Самые прекрасные, самые ароматные Во всей Эквестрии В праздничную ночь Все растения в саду будут свистеть Флора моя страсть Не говоря уже о фауне Там есть гагары, туканы и выпи О чудо! Там портают калибри И поют коньяки Там водятся голубые сойки Красные сойки Зеленые сойки Розовые сойки И фамилия Конечно, Флаттершай Это все звучит прекрасно Подождите-ка минуту Радуга Ты что, следила за мной? Нет, то есть да То есть может быть Послушай, это не важно Я не могу рисковать своими подковами, как ты Не отдавай билет кому попало Подожди, еще одну минуту Эпплджек Ты тоже за мной следила? Нет Я следила за ней Чтобы она не сделала ничего за моей спиной Все еще пытаешься забрать мой билет? Твой билет? Но и сколько выберет меня Миня 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 Я хочу пойти на спину Нет, я Я хочу пойти на спину Тихо Я ничего не объяснила? Ты что, не в себе? Девочки, прекратите ссориться Но искорка Все, это мое решение И я сама должна его принять Но я не могу сконцентрироваться в этом шуме Не говоря уже о голоде Уходите прочь, брысь Я думаю, что же Все равно я пойду И не волнуйтесь, я приму решение Как-нибудь О, Спайк Что же мне делать? У всех моих пяти подруг Есть веские причины Чтобы пойти на бал Эпплджек Или Радуга Пинки Пай Или Флаттершай Рарити Ой, кого же выбрать? Вы приняли решение? Я не могу выбрать! Искорка Он хочет принять заказ Я бы хотела бутерброд с лютиками и маргаритками У вас есть рубины? Нет? Ладно Тогда я буду жареная, хрустящая сена А ты что думаешь, Спайк? Думаю, нам стоит пойти в другой ресторан Я люблю траву, но что плохого в том, чтобы внести в меню несколько камней? Я говорю о празднике Кого мне выбрать? А, ты все еще про это Спайк, послушай меня Как мне выбрать? Если я выберу кого-то, остальные на меня обидятся Понимаешь, я даже готова отдать им свой билет Но тогда все равно останется три обиженных пони Что же, если я... Вот ваша еда О, спасибо Выглядит аппетитно Уверена, что после еды я смогу мыслить лучше Мадам, вы будете обедать под дождем? Дождя? Нет Что здесь происходит? Привет, моя самая-самая лучшая подружка в мире Наслаждаешься едой в солнечный день? Радуга, что ты здесь делаешь? Ты о чем? Просто я увидела, как самая красивая пони собирается обедать под дождем Вот я и подумала, что могу разогнать тучи, чтобы ты могла спокойно поесть Вот и все Радуга, ты ведь не пытаешься заработать дополнительные очки, чтобы получить билет на концерт? Ведь так? Я? Нет, нет, конечно нет Ага Ну что ты, я бы сделала это для любого другого пони Радуга, мне неудобно такое внимание к себе Поэтому я настаиваю, чтобы ты оставила эту тучу в покое Ладно Так-то лучше Искорка, дуще идет Нет Правда? Пойдем со мной, пока ты не простудилась Ой, Рарити, прости О нет, все в полном порядке В конце концов, мы с тобой самые лучшие подружки, правда же, Искорка? А ты знаешь, как поступают лучшие подруги? Поеображение! Правитель? Ой, это не очень... Спасибо тебе, но... Слишком туго! Вот, ты просто очаровательна! О-о-о, да, выглядит неплохо, да? А ты... О, Спайк, ты прямо как юный Дэнди, истинный джентльмен! Оторвайся! О-о-о! Осталось, стой на шляпа! Фу! Я же говорил, что мне не нравятся все эти девчачьи фокусы! Увидимся в библиотеке! О-о-о, да кому он нужен? Сейчас все дело в тебе и в том, как прекрасно ты будешь смотреться на балу! Стой! На балу? О-о-о, невероятно! Какое совпадение! Совершенно случайно мой костюм идеально подходит к твоему? Мы с тобой прекрасно будем смотреться! Все будут пытаться с нами познакомиться! Мы очаруем их! И тогда все узнают, что самое прекрасное, самое талантливое, самое тончёное пони-единорог во всей их местности – это Ралити! И Искорка, конечно же! Я поняла, что здесь происходит. Ты пытаешься задобрить меня, чтобы получить билет на бал. Но ничего не выйдет. Тебе придется подождать моего решения, как и всем остальным. А теперь, извините меня, я уже долгое время никак не могу пообедать. Здесь кто-то сказал обед? Вы что издеваетесь? Могу предложить яблочный пирог, яблочные оладьи, яблочные тарталетки, яблочные клюцки, яблочные криспы, яблочные крошки и коричневый яблочный торт. Десерт, от которого ты не откажешься. Это значит да? Нет и нет. Я еще не знаю, кому отдать пригласительный билет, а ваше поведение не облегчает мою задачу. Если честно, сейчас мне еще сложнее, чем утром! Значит, может быть? Ой, никогда не думала, что внимание может быть столь навязчивым. Ой, Летершай! Только не ты! О, привет, Искорка! Надеюсь, ты не против. Мы решили устроить здесь небольшую весеннюю уборку. Сейчас лето. Ну, лучше поздно, чем никогда, правильно? Это не моя идея. Ты ведь не из-за билета это делаешь, да? О, нет! Я делаю это лишь потому, что ты моя самая лучшая подруга. Так ведь, Энджел? О, да, мы делаем это ради билета. Нет, нет и нет. Это все очень мило с вашей стороны. Спасибо и тебе, Энджел. Но я не приму ваших подарков до тех пор, пока не приму решение. Пожалуйста, все, уйдите! Сюрприз! Искорка мой самый лучший друг, мой друг. Нет ее у меня нижней добрей вокруг, вокруг. Устрою праздник самый лучший на земле, земле. Она подарит приглашение мне. Да, Искорка. Ты знаешь, остальные пони хотя бы молчали о билете. Стой, какой билет? Какой билет? О, мы не знали, у Искорки есть лишний билет на грандиозный бал Гала-концерт. Грандиозный бал Гала-концерт? Что это такое? Да, это так же так. Да, это так же так. А вам не нужна помощь в саду? А у меня есть целая тележка морковки. Мы должны бежать! Музыка. 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 Я же не знала, что все так будет. Быстро закрой двери. Фу. Я не могу решить. У меня не получается. Этот балл важен для всех вас. И я не хочу никого обидеть. Но ваши подарки и внимание не облегчают мою задачу. Вы все мои друзья, и я хочу порадовать каждую из вас, но я просто не могу. Искорка, пойми, я не хотела на тебя давить. Если тебе это поможет, то мне не нужен билет. Отдай его кому-нибудь другому. Я не обижусь, обещаю. Мне тоже не нужен. Я ужасно себя чувствую из-за того, что мы расстроили тебя. И я тоже. Нехорошо расстраивать своих друзей. Искорка, нельзя было давить на тебя, так как это сделала я. Да, это значит, что билет мой. У меня есть билет, билет мой. Хотя, знаете что, я не отрепетировала свои движения для молний. А мне тоже не нужен билет. Мы все перестарались с этим праздником. И даже не заметили, как сильно тебя обидели. Прости нас, Искорка! Спайк, записывай. Дорогая принцесса Селистия, я поняла, что самое важное в дружбе – это делиться всем хорошим, что у тебя есть. Если тебе нужно выбирать между друзьями, то кто-то из них может обидеться. Я очень благодарна вам за приглашение, но, к сожалению, я вынуждена вернуть оба билета на бал Гала-концерт. Что? Если мои друзья не могут пойти, тогда я тоже не пойду. Искорка, не нужно этого делать. Нужно. Я приняла решение. Спайк, отправляй письмо. Теперь ты тоже не пойдешь на Гала-концерт. Все в порядке, девочки. Я все равно не смогла бы там повеселиться без своих лучших подруг. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну надо же, Спайк, ты прямо как маленький. Не можешь совладать со своими чувствами. Письмо от принцессы? Так быстро? Моя преданная ученица Искорка, почему ты мне этого сразу не сказала? Шесть приглашительных на грандиозный бал! Теперь мы пойдем все вместе! Позволь нам гостить тебя ужином. Прекрасный способ извиниться. И отпраздновать! Пойдемте! Сменяки акции! А почему мне не достался приглашительный? Он... И один для тебя, Спайк. То есть... Ой, мне тоже придется идти! Хе-хе-хе-хе! О б reactions! И deutsche Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok